добрый день всем кто к нам присоединился сегодня мало мы тем не менее проведем занятия это занятие так или иначе будет приурочена к дню памяти павших воинов армии обороны израиля и на тех кто погиб в результате терактов я хочу воспользоваться случаем чтобы распространить информацию которую я уже распространял письменно о палатке которая называется палаткой мужества махаля гура ну и грите это палатка установленная семьями погибших последние полгода солдат и офицеров армии обороны израиля палатка это находится в иерусалиме прямо напротив cinema city туда идет в сущности говоря прямой автобус автобус от автобусной остановки рядом с гененой ума и до туда буквально несколько минут ходьбы вот это палатка производит на мой взгляд очень сильно эмоциональное впечатление я очень рекомендую всех всем кто может там побывать там рассказываю семьи о своих погибших там показывают фильмы они там есть разного рода материалы которые можно купить книги например и эти можно спорить может быть кто-то оспорит тот сказать посыл который стоит за этим до победного конца м циву лану ни цахон они заповедали нам побед на кто-то может быть будет сомневаться возможности такого победного завершения свете всех последних событий свете может быть того руководства страны страны армии которые у нас сейчас есть но это никак не влияет на сам эмоциональный накал исходящий от этих людей которые действительно являются людьми исключительно мужественными исключительно честными исключительно как бы чистыми и идеи которые они выражают это не какие-то политические политические идеи это не индукринация это действительно тоже что исходит из их сердец невольно когда находишься там заражаешься атмосферой этой и даже если может быть разум наш наш нашептывают это скептические слова ты как бы находясь там невольно заражаешься их верой их убежденностью в том что так оно и будет и хочется верить действительно что так оно и будет и что в конечном счете израилю удастся сломить сопротивление тех монстров в человеческом образе с которыми нам приходится сегодня иметь дело и воевать с ними естественно лица лица тех солдат и офицеров которые которые пожертвовали своей жизнью ради того чтобы спасти тех кого можно спасти ради того чтобы защитить свой свой народ и свою землю достаточно взглянуть на эти лица чтобы понять что мы имеем дело со святыми людьми это то что я хотел сказать в качестве преамбула к сегодняшнему занятию она на самом деле непосредственным образом связано с этой темой так получилось и намеренно потому что сущности говоря прообразами первыми прообразами такого рода людей являются маковейские бойцы конечно в танахе мы встречаем разного рода истории и разного рода персонажей которые тоже поюют за народ за землю за семьи вот но такого настоящего накала жертвенности это действительно достигает впервые в эпоху гонения антиоха эпифана поскольку как я уже и говорил по сути дела по сути дела это первая настоящая попытка решить целенаправленно решить идеологически целенаправленно решить народ израиля своей личности как бы все что происходило до этого скажем на местные войны 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 война с осилией с вавилоном эти войны носили в общем-то скорее политический военный политический характер они не носили как правило из того что нам известно характер идеологический и в этом смысле гонения антиоха эпифана на как бы более-менее в это же время чуть ранее происходит некоторые конфликтные ситуации в римеевском египте вот но они носят в общем такой достаточно локальный характер пока а вот эти гонения носят характер масштабный и соответственный ответ этим гонениям он тоже масштаб не на такая жертвенная война мы последние занятия посвящали посвятили теме кедуша мартирологии которая является для автора макавейской книги центральной темы в отличие от автора первыми корейской книги этому практически никакого внимания не уделено кроме нескольких стихов во втором макавейской книге центральная тема и автор этой книги считает это мы видели что благодаря такой вот жертвенности но можно достичь победы там идет конечно речь о жертвенности в тех главах которые мы читали отличающийся от сегодняшней я тоже достаточно подробно говорил потому что та жертвенность которая изображена и душа шем в этих главах это кедуша шем евреев которые живут под языческой властью и готовы принять мученическую смерть но не изменить свои вере и своим убеждением для автора второй макавейской книги они собою как бы из он намекает на это месте в сущности прямо говорит искупают грех народа и делают возможным военные победы в то же самое время рядом с этими фигурами старец или эзар или азар мать и семеро братьев рядом с этими фигурами высится фигура иуды макавей это второй центральный можно сказать и первый центральный персонаж второй макавейской книги это не так в первой макавейской книге я вам напомню иуда занимает там значительное место но он отнюдь не является единственным главным героем вся макавейская семья вся фасмонейская семья этом смысле представляет собой людей которые установят своего рода знаменем народа израиля начиная от матитьяу и кончая шимоном шимоном макавея шимоном хасмоне и последних строчках даже упоминается его сын йоханан герка во второй макавейской книге это не так нет ни отца матитьяу вообще никак не упоминается совсем и нет истории после гибели иуды макавея то есть нет рассказа не о правлении ионатана не о правлении шимона все от всего этого нет более того автор не рассказывает о гибели иуды макавея он заканчивает свое повествование победой иуды макавея над никонором в первой макавейской книге эта история тоже рассказывается но она там посередине книги а здесь это как бы такой вот последний аккорд героический героическая победа героический конец в этом смысле автор второй макавейской книги ну создает некий идеальный образ иуды макавея ведущего свой народ победе с именем бога на устах как мы видим вот буквально сейчас в ближайшие же минуты и его в этом смысле история историческая преемственность занимает очень мало поэтому на ней не рассказывал не о том что это была за семья и какую роль сыграл во всем отец и братья иуды хотя и упоминаются увидим но как бы их роли в повествовании это роль так вот после главы посвященный мученикам двух глав посвященных мученикам мы переходим к истории победы истории воин и воды макавея я сейчас открою наш документ перед вами это глава восьмая 2 макавейской книги то есть мы находимся ровно посередине вот и мы сейчас прочтем эту восьмую главу и обсудим какие-то детали для нас существенные при этом у этого уповествование которое в этой главе есть параллель первой макавейской книги мы не будем сравнивать детально все но опять же какие-то вещи какие-то вещи обратим внимание и так между тем иуда макавей и бывшие с ним тайно входя в селение созывали своих сородичей и сродников и принимая себе тех кто стал собой действий поста заверен иудейской вере собрали 6 тысяч мужей интересно что в первом и кавейской книге цифров в два раза меньше а там говорится что иуды изначально иуда изначально располагал силой в три тысячи человек здесь шесть тысяч человек чем это объяснить сказать затруднительно если здесь какая-то какое-то намерение трудно сказать возможно это просто другая другая традиция другая версия но вот уже второй стих показывает существенную разницу между первым и вторым и кавейскими книгами они взывали господа чтобы он призрел на народ всеми попираем и и пожалел храма скверненный людьми и честивыми что помиловал разоренный город близки к тому чтобы сравняться землею и услышал вопиющую к нему кровь чтобы вспомнил о беззаконном погублении невинных младенцев об этом мы читали и о бывших хулениях имени его и вознегодовал на злых первой макомейской книге я напомню прямые обращения к богу отсутствуют есть как бы косвенные намеки на небо нас защитит но прямых молитв и обращенных богу мы там фактически не находим и в этой истории которая в первом и кавейской книге рассказывается тот тот самый филипп который которого антиох согласно 5 главе оставил в иерусалиме в качестве своего полномочного представителя и так вот этот филипп видя что иуда этот муж мало-помалу входит в силу и чаще бывает счастлив в делах писал салиме военачальнику хелесири и финики чтобы он помогал делам царя это тоже упоминался в четвертой главе в истории суда над первосвященником минила им вот он был действительно военачальники правитель телесирии и финики всего нашего региона и тот решает перейти в контратак немедленно избрав никонора сына патроклова будет не из существенных персонажей в дальнейшем повествовании напомню что его собственно гибелью его поражением закончится 2 маковейская книга одного из первых своих друзей послал его подчинив ему не менее 20 тысяч человек против 6000 иуды из разных народов истребить весь роды гудея а вот это как бы подчеркивание 2 маковейской книги что речь идет не просто о подавлении восстания а об истреблении рода иудейского а нечто похожее на то что мы читаем например в книге степ еврейский что видимо это тоже свойство такого вот сознания диаспорного а что это не просто война а весь народ израиля хотят уничтожить присоединил к нему горги военачальника который был опытным военных делах горги горги упоминается в первой маковейской книге там он собственно и руководит боевыми действиями а никонор как бы является верховным главнокомандующим никонор постановил дань 2000 талантов которую царь должен был римлянам пополнить от пленения иудеев а значит напомню вам что дань который идет речь это дань которая была наложена римом на отца антиоха и тайфана антиоха третьего или так называемого антиоха великого по апомейскому договору а значит он должен был выплатить большую дань но она была настолько тяжелый что в общем он при жизни не успел ее выплатить эти контрибуции и их продолжал выплачивать его сын селевка потом антиоха эпифан его брат и вот как бы чтобы пополнить казну значит делается требование принять как можно иудеев больше людей продать их естественно в рабство и соответственно таким образом пополнить пополнить казну значит почему тотчас послал в приморские города приглашая их покупать в рабы и иудеев и обещая доставлять по 90 пленников за один талант за один талант на сказать что это совершенно фантастически низкая цена на 90 пленников за один талант потому что например флавий иосиф рассказывается что иногда талант платился за одного раба а здесь платится за 90 а то есть жизнь иудеев не стоит ничего и вот снова как бы мы были вот эти несколько стихов были казалось бы передавали так в такой хронистической форме то что происходило и вот снова как бы вставляет автор свое теологическое замечание видение ситуации но не ожидал он того мщения которое году готова была прийти на него от всемогущего то есть вся 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 эта вся эта подготовка к военным действиям говорит нам автор за заранее была обречена на провал иуде же дано было знать о приходе никонора и когда он передал бывшим слима прибытие войска когда бы изливы и не веровавшие воздаяния божья разбежались оставив места свои а войско начинает разбегаться это на самом деле как бы некий топос который мы встречаем и в библейских текстах но интересно что в первой маховейской книги когда рассказывается подобная история то там как бы используется действительно реальный библейский текст в данном случае текст из книги дворим где иуда значит согласно этому как бы иуда отправляет отпускает тех людей из своего войска которые боятся а это соответствует некоему требованию книги дворим вот здесь просто говорится о том что люди разбегаются от ужаса перед огромным войском которое на них нападает другие же продавали все все оставшиеся у них и умоляли господа избавить их проданных нечестивым никонором прежде сражения на значит есть здесь и таким образом две две категории людей две категории людей первое это просто беженцы вторая это люди которые все-таки как бы видимо с точки зрения с точки зрения нашего автора это более предпочтительное поведение они остаются верны остаются верны богу они обращаются к нему умоляют бога избавить их но как бы воевать они не в состоянии они продают все свое имущество чтобы как-то выкупить себя если не для них а говорится тут то для это ради заветов с отцами их и наречения на них святого и славного имени его по поводу этих заветов по поводу этих заветов есть некий спор в среди комментаторов второго ковейской книги среди исследователей что собственно имеется в виду потому что автанахи как правило слово брит используется в единственном числе завет с отцами это один завет на что же это за заветы кто-то полагает что речь идет с одной стороны о заветах которые были с праотцами завете который был с праотцами с другой стороны осинайском завете но есть также существует мнение хотя его конечно трудно обосновать всего лишь на вот этой грамматической форме что здесь может быть появляется едва ли не впервые представление о письменном завете и об устном завете то есть о письменной и устной торе я это просто упоминаю как существующее мнение но подчеркиваю что знать точно как бы обознавать это довольно трудно тогда маковей собрал бывших с ним число в шесть тысяч мужей да это немножко странно и противоречит тому что было сказано до сих пор если часть войска разбежалась должно было остаться меньше шести тысяч на этот вопрос ответа нет и увещевал их не страшиться врагов и не бояться множество язычников неправедно идущих на них но мужественно сражаться имея перед глазами неправедно нанесенное имя оскорбление святому месту и разорения поруганного города и нарушения проотеческих учреждений такой как бы практически учреждения это на самом деле своего рода грецизм такой буквально перевод это гражданское общество праца то есть гражданское общество это некое общинное устройство как то и это то что на греческом языке собственно называется политея государственность вот но здесь это как бы прилагается к еврейскому образу жизни ибо говорил здесь мы находим до второго программного заявления ибо говорил они надеются на оружие и отважность а мы надеемся на всевогущего бога который одним мановением может не спровергнуть и идущих на нас и весь мир а я поставил этот стик свой в качестве подзаголовка к нашему сегодняшнему разговору потому что действительно в контексте второй маковейской книги это играет центральную роль в первой маковейской книги подчеркнуто что бою что небо может даровать победу малому числу и как бы не спровергнуть многочисленных злодеев здесь подчеркивается этого поставления между оружием и военной доблестью с одной стороны и с другой стороны верой верой в бога это на самом деле тоже очень библейская идея которая неоднократно озвучивается в совершенно разных библейских текстах разного времени я приведу вам три пример один пример это история победы давида над гольятом голиафом в 17 главе первой части книги шмоэля где где давид обращается гольяту голиафу с речью и говорит что вот ты пришел сражаться со мной при помощи оружия а я иду на тебя с именем бога на устах который тебя не справедлив а это как бы вот та самая идея которая выражается здесь другой текст другой текст это текст их на самом деле гораздо больше я просто говорю что я приведу три примера другой текст это текст который находится книги пророка захарий пророка начала эпохи второго храма и там как бы речь идет о видимо каких-то поползновениях зарубавеля низвергнуть персидскую власть и вот бог от имени пророка говорит следующие слова не силу и не мощью а духом моим сказал господь войск это второй пример третий пример я приведу из псалма который стал частью еврейской литургии это двадцатый псалом очень красивый псалом я всячески рекомендую его прочесть и там говорится так элли ва рэхэв в элли васусим в анахну бешем адуна и логейну наскир да это противопоставление противопоставление врагов израиля самому народу израиля эти как бы воюют колесницами и конями а мы воюем именем господа бога нашего которую мы как бы произносим и поэтому как говорит следующий стих эмакар у вэнафалу ванахну камну вэни то да они падут склоняться и споткнуться и падут здесь то в прошедшем времени как будто это уже произошло они споткнулись и пали мы же встали и и ободрились камну вэни то да то есть вот эта идея которая здесь которую здесь выражает иуда макарей она повторяю очень библейская идея дальше нас ожидает некоторые некоторая неожиданность некий сюрприз исторический сюрприз на который нет ответа он упоминает предыдущие истории надо сказать что в первом макарейской книге тоже есть упоминание историй но там говорится так там говорится так там упоминается иуда подбадривая свое войско упоминает переход через тростниковое море которое должно послужить своего рода указанием примером того что бог может спасти как там сказано так в четвертой главе первой макарейской книге тогда иуда сказал людям что были с ним не бойтесь их числа и не страшитесь их напора вот это число на вспомните как были спасены наши отцы в красном море когда их преследовал фараон с войском вот и теперь давайте вас зовем к небу если мы будем ему угодно и небо вспомнить завет с нашими отцами то уничтожить сегодня это войско прямо у нас на глазах здесь упоминаются другие истории одна из них тоже хорошо знакомая на я не могу ответить на вопрос почему здесь во втором макарейской книге он не упоминает парадигматическую историю перехода через тростниковое море может быть может быть потому что он хочет упомянуть именно истории спасения когда израиль воевал с кем и в качестве такой парадигматической истории он упоминает историю о том как синахерим царь ассирии самом конце восьмого века до новой эры 701 году до новой эры ворвался в иудею и осадил иерусалим а этому предшествовало восстание которое фактически поднял царь иудея хиския против ассирийской власти отказавшись платить дань и тогда синахерим пришел в иудею подверг ее огню и мечу захватил второй те времена по значению город иудеи лохиш и и фреска изображение то как синахерим захватил лохиш было увековечено им и судя по всему находилась в его тронном зале сейчас разные варианты описания этого события находятся в разных музеях мира британском музее в чикагском музее израильском музее вот что касается судьбы иерусалима то самой книги царей есть две разных версии как иерусалим был спасен по одной из версий я смог откупиться от синахерима но по другой версии произошла произошло непосредственное божественное вмешательство в события и в ночь бог выслал послал своего ангела который уничтожил сто восемьдесят пять тысяч солдат ассирийского войска и осада была таким образом снята и вот это событие упоминает здесь наш автор но он упоминает еще одно событие которое неизвестно нам больше ниоткуда больше ниоткуда и но поскольку он его упоминает достаточно подробно то видимо речь идет о каком-то вполне реальном историческом событии о бывшем вавилоне сражении против галатов как они пришли на брань числе только восьми тысяч четырьмя тысячами македонин и когда македонины смешались то эти восемь тысяч погубили сто двадцать тысяч бывшую им с неба помощью и получили великую добычу значит непонятно о чем конкретно здесь идет речь судя по тому что наш автор приводит этот текст здесь он имеет ввиду сражения иудеев с галатами теперь галаты это народ в малой азии кельтский по по своему происхождению и нам известно что они нередко служили наемниками кого какому времени относятся это сражение непонятно непонятно также почему здесь соединяется восемь тысяч видимо евреев с четырьмя тысячами македонин почему македонины значит воюют судя по всему вместе с иудеями не ясно может быть речь идет о каких-то наемниках как иудейских так и македонских в армии селевкидов или какой-то другой армии непонятно да значит но во всяком случае понятно понятно что наш автор стремится показать что как бы вот волею господа были были уничтожено колоссальное войско 120 тысяч известно впрочем что дважды действительно селевкидские войска сражались с галатами это произошло один раз в середине третьего века до новой эры но оно не происходило в вавилоне второе событие произошло в 200 двадцать двадцать первом году то есть первое событие прошу прощения произошло до в первое событие 275 то есть начале более-менее третьего века до новой эры а второе в 321 в 221 221 то есть близко к концу третьего века и там как раз антиох 3 в вавилоне нанес удар медийскому сатрапу войске которого были наемники галаты но опять же ничего с более определенного касательно упомянут упоминающегося здесь события мы сказать не можем действительно очень странное упоминание потому что обычно в речах такого рода как апокрифической литературе так скажем и у флавия иосифа упоминаются библейские события как здесь упоминается поражение синахириба а это действительно очень странный такой момент такими рассказами говорится дальше сделав их неустрашимыми и готовы умереть за законы и отечества он разделил войско ли четыре отряда на четыре отряда назначив вождями каждого отряда братьев своих здесь они упоминаются но тоже очень странно шимон симон иосиф и ионатан подчинив каждому по 1500 человек значит дело в том что согласно первому к виски книги сыновья пятеро сыновей сыновей матить я у включали себя иуду или азара шимона и ионатана йоханана никакого иосифа среди этих сыновей нет а это тоже некоторая загадка почему здесь появляется появляется иосиф до в первом и кавельской книги этого нет правда рассказывается о том что иосиф присутствии вместе с некий мазари согласно первой наковейской книги в пятой главе был оставлен иудой начальником над иудеи когда сам иуда отправился гил ад и там говорится что они не справились возложенной на них задачи и из-за этого погибло множество народов Имеется ли в виду здесь этот Иосиф, который, согласно первой маковейской книге, не был родственником Иуды, не был его братом? Или какой-то другой Иосиф? Или, может быть, просто произошла ошибка, и правильнее читать, скажем, я не знаю, не Иосиф, а Йоханан? Трудно сказать. Во всяком случае, четыре отряда, три из них поручаются братьям, и во главе четвертого стоит сам Иуда. Потом он приказывает еще одному своему брату, Элязару, читать священную книгу. Надо полагать, что под священной книгой подразумевается Тора. А это такое важное, интересное, одно из самых древних свидетельств о том, что перед боем читается Тора. Что именно читается в Торе? Трудно сказать. Может быть, может быть, описание книги Дворим, потому что, согласно книге Дворим, как раз-таки, когда Израиль выходит на войну, то начальники народа, а также первосвященник, произносят некие речи подбадривающего характера. И, возможно, здесь как бы имеется в виду нечто подобное. Чтение тех текстов о военных походах, которые есть в Торе. И снова он подчеркивает, что благодаря этому, благодаря чтению Торы, достигается божественная помощь. Правда, есть другая версия прочтения этого текста, согласно которому, прочитав вслух священную книгу, был дан условный знак Божья помощь, что это Божья помощь, некий лозунг, Божья помощь. Израт Ашем, израт Элогим. А мы знаем, что, например, с Кумрана, что в свитке войны сынов света против сынов тьмы упоминаются всякие надписи на боевых значках. И там упоминается надпись «Никмат Элогим», «Мщение Божье», «Сражение Божье» и другие. То есть, может быть, это действительно то, что здесь имеется в виду. И вот Иуда переказал Ильазару читать священную книгу, сам принял предводительство над передовым отрядом и вступил в сражение с Никанором. И опять-таки, поскольку все в его глазах является следствием божественных решений, то он снова вставляет в это описание упоминание об этом. Так как помощником их был всемогущий, они побили врагов более 9 тысяч, и большую часть Никанорова войска оставили ранеными и изувеченными, и принудили их бежать, обратили их в бегство. Более того, они отобрали деньги у пришедших покупать их, поскольку же было объявлено, что пленов и аудеев будут продавать. Вместо этого они все переворачиваются, как говорится, на фоку. Они отбирают деньги у пришедших покупать их, и преследовали их на значительное расстояние, возвратились, будучи остановлены временем. А это, в первой маковейской книге подчеркивается, что они их преследовали до Ашдода и до Ядны, в каком смысле, будучи остановленным временем, ибо это был день перед субботой. По этой причине они не продолжали гнаться за ними. А мы помним, что во второй маковейской книге этот момент не был подчеркнут, но в первой маковейской книге, собственно, начинается с того, что говорится, что из-за того, что иудеи отказывались воевать в субботу, враги их практически уничтожили. Тогда Матитьяу вместе со своими сторонниками принимает, так сказать, галактическое решение в субботу защищать себя. И мы когда-то обсуждали это галактическое решение, видели отражение его в более поздних раввинистических источниках, в Тосефте, например, что не следует начинать войну за три дня до начала субботы, но если начали, то продолжают. И при необходимости даже в саму субботу воюют. Но при этом наступательные действия, исследования врага, в субботу все-таки не допустим. И вот поэтому, говорится здесь, ибо это был день перед субботой, по этой причине они не продолжили гнаться за ними. Собрав же за ними оружие и сняв доспехи с врагов, они праздновали субботу усердно благодаря и прославляя Господа, спасшего их в тот день и начавшего являть им свое милосердие. Как бы это такой заключительный аккорд, значит, эта победа празднуется в субботний день, согласно раввинистическому мидрашу, не хочу сказать, что это непременно здесь тоже намек на это содержится, но любопытно просто отметить, что, согласно книге Иошуа, стены Иерихо пали на седьмой день после начала осады Иерихо, когда обходили город, сначала каждый день по одному разу, с трубя в рог в шафар, седьмой день семь обходов, и стены пали, ушли под землю, и вот раввинистический мидраш говорит, что это седьмой день был суббота, что вот как раз тогда это и произошло. И здесь тоже, значит, как бы победа заканчивается перед субботой, и в субботу она празднуется. И, естественно, в саму субботу чем занимаются? Молятся. В первой макавейской книге мы такого не найдем. Здесь молятся, прославляют Господа, читают, возможно, псалмы, после же субботы, уделив из добычи увечным вдовам и сиротам, то есть как бы проявляя, Луда является не только талантливым полководцем, но и справедливым правителем, который действует в духе Торы, и который прежде всего заботится о слабых. В данном случае тут упоминаются раненые, а вдовы и сироты – это как бы постоянное упоминание о Торе. Остальное же разделили между собой и детьми своими. Мы постепенно подходим к концу этой главы. Осталось несколько стихов фактически. Окончив это, снова молитва. Окончив это, они учредили, устроили общественную молитву и просили милосердного Бога совершенно примириться с рабами своими. Дальше идет стих очень странный, надо сказать, который, как полагают, несколько стихов, не на месте. Должен появиться гораздо позже. Тут упоминаются Тимофей Баххид, греческие полководцы, которые действительно упомянуты и в первой Маковейской книге. Но происходит это, согласно первой Маковейской книге, гораздо позже, уже после того, что Иуда очистил храм. В 163 году с Тимофеем он встречается за Иорданией, а с Баххидом вообще еще через несколько лет, только в 161 году, а во второй раз в 160-м, когда Иуда в результате гибнет в этой битве. Так что непонятно, как сюда затесались эти святы. Они очевидно нарушают общий нарратив, потому что никакие Тимофея и Баххид до сих пор здесь не упоминались. Видимо, это из более поздней части текста сюда попало. И тогда, как Тимофей и Баххид напали на них совокупно, они избили более 20 тысяч и легко овладели высокими крепостями. Они разделили весьма много добычи по равным частям между собой и увечными, и сиротами, и вдовами, еще и старейшими. По всей видимости, причина такой несостыковки в том, что вот это описание, оно очень похоже действительно на описание победы над Никанором, и возможно, в какой-то момент, на каком-то этапе передачи текста, по ошибке, этот текст был перенесен сюда. Собрав после них оружие, тщательно сложили все в удобных местах, остальную же добычу принесли в Иерусалим. Как бы в данный момент это совершенно невозможно, потому что Иерусалим еще не находится в руках Иуды. Об этом будет рассказываться лишь в 10 главе. Убили и вождя войск Тимофеевых, человека нечестивейшего, который причинил много беды идеям, а потом, торжествуя победу в Отечестве, сожгли некоего Холисфена, который больше нигде не упоминается. Мы не знаем точно, что это за Холисфен. Какой-то, видимо, греческий, селевкинский начальник, который принес беды Израилю, и некоторых других, которые сожгли священные ворота и убежали в один дом, так что за это свое нечестие понесли достойное возмездие. Значит, что касается священных ворот, видимо, речь идет о воротах храма, о том, что они были сожжены, рассказывается и в первой Маковейской книге, и во второй Маковейской книге. Видимо, в 167 году, когда Аполлоний, посланник Антиоха сжег Иерусалим, об этом читали. Вот, во всяком случае, весь этот кусочек, с 30 по 33 стих, он, как бы, повторяю, не на месте, но идея все та же. Мера за меру. Талион. Они совершали нечестивые поступки, понесли от Бога возмездие. А с 34 стиха мы возвращаемся к тому, что было до 30. преступнейший Никанор, тот самый, который руководил войском, который привел тысячу купцов для покупки иудея, при помощи Божией посрамлен был теми, которых считал за ничто, то есть иудеями, и сбросив пышную одевлю под видом беглого раба через внутренние земли, пришел один в Антиохию, крайне огорченный поражением войска. То есть, опять же, мера за мером. Он надеялся продать множество еврейских рабов и пополнить царскую казну, а в результате вынужден был, как раб, бежать из иудеев в Антиохию. Как тут говорится в последнем стихе, тот, кто взялся доставить римлянам дань от пленных в Иерусалиме, объявил, что иудеи имеют защитникам Бога и таким образом остаются невредимы, потому что повинуются установленным от Бога законам. Да, мы это уже наблюдали, когда была история с Гелиадором, пришедшим в Иерусалим и попытавшимся ограбить святая святых и был наказан этим. Там читали историю чуда, которая произошла, как его ангелы избивали. Но сам по себе вот этот мотив, что инородец, надменный инородец, который убежден изначально в своей победе над еврейским народом, в конечном счете не просто терпит поражение, а объявляет, что иудеи находятся под защитой Бога и что на самом деле из этого следует, что нужно поименоваться в воле этого Бога. Как бы своей точке экстремума это достигнет в следующей главе, которую мы будем в следующий раз читать, о том, как, согласно второй Маковейской книге, умер Антиох Епифан. Я закончу наш сегодняшний разговор перед тем, когда вам возможность спросить или что-то сказать, тем, что выражу надежду, что вот это описание, которое мы сейчас прочли, осуществится и в наши дни. И, подобно преступнейшему Никанору, будет также посрамлен еще более преступнейший руководитель террористов и убийц, чье имя даже не хочется называть. Будем надеяться на это. Спасибо вам за внимание и, пожалуйста, если вопросы есть, замечания, то их можно задать прямо как раз сейчас. Дима? Да. Вот ты говорил, что преследование Антиоха и Епифана были первым случаем попытки лишить евреев национальной идентичности. религиозной национальной идентичности. Религиозной национальной идентичности. Окей. Уже, вообще-то, была такая успешная попытка, когда Сен-Хириф угнал значительную часть Северного царства именно с этой целью. только единственная Боря Сен-Хириб не угонял. Это сделали до него. Северное царство было захвачено, как бы частично захват начался уже Теглад-Пелесаром, затем Шалманасар Пятый и, наконец, Саргон, отец Сен-Хириба, довел это до конца. При нем Северное царство перестало существовать, просто поскольку Сен-Хириб стал такой знаковой фигурой еврейской традиции раввинистической, то о нем говорится, что он пришел и перемешал все народы. На самом деле не Сен-Хириб занимался переселением людей Северного царства, но по твоему вопросу, опять же, это не носило характер религиозных гонений. Это носило характер чисто политический. У сирийцев была очень простая цель лишить захваченные ими народы воли к сопротивлению. Для этого они использовали, помимо прочего, тот способ, которым впоследствии пользовался в 20 веке такой политический деятель, как Сталин. Лишить народы своей национальной идентичности путем их действительно переселения. Они переселяются и поселяются среди другого чуждого населения, где довольно трудно сохранять свою национальную идентичность, но при этом у Сен-Кириба не было никакой цели преследовать евреев за их верование, за веру, и добиться того, чтобы они сменили веру на что-то другое. Это его мало волновало, его волновало одно, не только Сен-Кириба, а всех Ассирийских царей, начиная с Владфилессора в 8 веке и кончая Ашурба-Непалом, последним крупным Ассирийским царем Новоассирийской империи. Они просто хотели добиться политического паралича среди пораженных ими народов. Вот и все. Да, ну спасибо, но я тем не менее очень понимаю принципиальную разницу. Потому что в те времена идентичность политическая была связана с религиозной. Да, это правда, это правда, но тем не менее все, что мы знаем об Антиохе и Эпифане, не только из еврейских источников, но и из других дошедших на нас, как бы он был одержим идеей пангрецизма. Значит, греческая культура, греческая цивилизация должна быть принята всеми. Все, кто этому противостоит, их нужно заставить, заставить каким-то образом отказаться от вредных варварских верований. Я повторяю, это принципиальная разница, ничего подобного ни у ассирийских, ни у вавилонских, ни у персидских царей мы не находим, они не ставят перед собой такую цель. Верьте во что хотите, лишь бы только исправно платите налоги и не поднимайте бунты. Вот это и есть разница. На мой взгляд, она достаточно принципиальная. Да, понятно, спасибо. Есть еще вопросы, замечания? Похоже, нет. Если больше вопросов нет, то мы здесь поставим точку и хочется надеяться, что следующий день независимости, который наступает сегодня, пройдет в более оптимистической и веселой атмосфере. Сейчас, понятное дело, он находится в тени тех трагических событий, которые весь наш народ, вся наша страна переживает. Спасибо вам за внимание. Аминь. Сурот ты вот. Спасибо. Всем счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok